всем доброго времени суток сегодня я постараюсь наконец-то ответить на самый главный вопрос который мне задают ученики но и также подписчики вопросы звучит так как правильно заниматься на гитаре хочется ответить если б я знал на самом деле конечно у меня есть уж и есть определенный опыт так сказать который я приобретал участь на своих ошибках хочу сказать что начал обучение на гитаре достаточно поздно вот я начал учиться на гитаре более-менее осмысленно это где-то лет в 16 даже ближе к 17 наверно все бренчане которые я до этого совершал я бы даже не стал их называть занятиями на гитаре хотя мелодии с баре я уже играл спокойно я думаю что на просторах интернета на том же ю тубе вы найдете большое количество сказать обучающих уроков я старался как бы не искать час не смотреть если какие-то мои мысли пересекутся буду очень рад пересекутся с другими так сказать роликами но принципе это естественно потому что человечество все равно уже накопила определенный багаж какие-то знания будут повторяться итак тема занятия как правильно заниматься на гитаре на самом деле единого ответа на этот вопрос нет почему потому что все мы разные допустим кто-то обладает большую усидчивостью кто-то кому-то трудно высидеть тут те же 40 минут на занимаясь какими-то стандартными там задачами кто-то схватывает материал быстро кто-то медленно кто-то обладает отличной координацией и связками так связка из двух рук то есть легко легко синхронизируются пальцы кому-то это дается очень тяжело то есть единого единого нету лекарства то есть вот если сказать вот 15 минут ты играй гаммы 15 минут ты читай с листа и придет к тебе благодать конечно нет это это сложный вопрос и вот так вот готовым рецептом вам это не выдать я всего лишь расскажу как я это делаю сам во первых самое главное с чего нужно начать вам нужно понять свои возможности вот это вроде бы тоже сложно как я еще и вроде учусь играть и как я вот как я тут ни с того ни с сего буду знать на что я способен одна из главных проблем у начинающего гитариста или музыканта вообще в частности гитариста это адекватная сложность репертуара вы не представляете сколько я слышал у начинающих музыкантов к элизе бетховена к элизе бетховена это то произведение которое я сам не решусь играть не решусь играть потому что я знаю как оно должно звучать и мне просто мой слух и и совесть перед людвиг ван бетховеном не позволит его это произведение к элизе играть на гитаре либо я потрачу такое количество времени на отработку что ну не по сопоставимая по затратам это будет то есть вот когда ученик ко мне приходит и начинает корявыми руками с ошибками играть к элизе бетховена я ему говорю почему ты начал с этой пьесы ты вообще хочешь научиться играть на гитаре да хочу вот мне она нравится эта пьеса но это понятно что нравится но все-таки давайте соизмерять свои возможности и свои силы потому что на данном этапе ученик не учится не приобретает какие-то навыки а он просто штурмует вот эту вот стенку которую вот он ее проштурмует кое-как может быть перелезет но это он думает что он перелез через нее основной вопрос начинающего музыканта адекватность выбора репертуара один хороший гитарист которым я знаком вообще говорил мне про произведение да ну коротенько коротенько но такое очень техничное классическое произведение он говорит я его не буду играть только потому что я не смогу его сделать так как оно должно звучать хотя этот человек на всякий случай играл чеклону баха вот то есть кто в курсе ну оценит насколько это сложное произведение то есть конечно если у если у вас есть хороший преподаватель он вам выстроит репертуар так чтобы вы без малей безболезненно прошли вот этот путь становления поступенного роста но если у вас на данный момент нету такого преподавателя очень аккуратно выбирайте сложность репертуара вот допустим к вам подошли и сказали предложили знаете нужно выступить вот там в самом престижном зале америки там карнеги холл вот нужно выйти вам как гитаристу выйти так сесть поклониться до сесть сыграли одну нотку до поклонились встали и ушли вам там заплатит гонорар там 5000 долларов вы согласитесь все 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 как один говорят да конечно чё-то одну ноту вышел сыграл пошел хорошо согласились вам говорят ой знаете давайте нет ни одну а две ноты вот до и рэ следующую по гамме все да легко ладно до рэ там и все так ну три четыре пять нот шесть нот но наступает такой этап такой момент когда человек уже задуматься опа там а вот тут то я может быть не очень уже сыграю то есть то есть когда подходит какая-то сложность за которую человек уже ну начинает так сказать опасаться сможет ли он правильно сыграть вот этот вот предел которому вы подошли и начали сомневаться и есть ваши силы есть ваши способности на данный момент то есть когда вы играете произведение обязательно играйте его посильно и забегая немножко дальше я вообще рекомендую каждому играющему гитаристу начинающему либо там концертирующему там в пределах так сказать своих сил иметь в репертуаре такие пьесы за которые он абсолютно не беспокоиться то есть он может их сыграть в том числе и в том же упомянутом карнеги холли то есть это должны быть произведения очень легкие отработанные на 100 там на сто процентов и даже больше сразу хочу сказать что то произведение которое вы научились играть вы должны уметь играть в идеале вы должны уметь играть даже разговаривая с кем-то и не отвлекаясь на исполнение то есть и там должен быть автоматизм в движениях левой руки правой то есть смена позиций абсолютный автоматизм но это в идеале конечно вот это еще также то произведение которое вы можете сыграть закрытыми глазами или там завязанным шарфом вот это произведение можно сказать что она у вас готова но само собой вы должны его сыграть нормально то есть не берите слишком сложных программ сколько заниматься на гитаре сколько вот сколько вообще время это но это время это вообще самый ценный ресурс который есть у человека и конечно всем и все заинтересованы чтобы быстрее научиться играть а посмотрите в интернете какие интересные там заголовки там ты гитарист за минуту или там вот что он умеет за три урока там или вот этот вот мальчик за пять уроков разобрал вот эту песню я как глянул я я даже хотел на каком-то этапе сделать такой обзор такой интернета такой обзор интернета как сейчас в любительских кругах вот в любительской нише учат учат гитаре это вообще честно говоря очень грустное и печальное зрелище потому что ну учат то не очень хорошо мягко говоря я больше имею ввиду про постановку рук потому что из постановки рук очень много вытекает сейчас мы остановимся на и на постановке тоже и так про время сколько заниматься в день и вообще сколько нужно заниматься там гитаристу вы поймите опять нету определенного критерия то есть если у вас много времени свободного ради бога занимайтесь много но заниматься много это еще не значит заниматься качественно здесь такое ключевое слово это концентрация или внимание вот допустим на данный момент я не располагаю большим количеством времени чтобы заниматься на гитаре но это не значит что я не могу решать свои задачи то есть на в процессе самое главное что вы должны уметь это концентрироваться на проблеме то есть если у вас есть какая-то проблема проблемное место и у вас есть определенный отрезок времени который вы можете посвятить вы можете добиться именно за это короткий промежуток времени можете добиться положительного результата и вы даже я ты был даже больше скажу вы обязаны добиться положительного результата опять же всем ученикам я говорю следующие слова каждое занятие на гитаре я подчеркиваю каждое занятие на гитаре должно приносить маленькую победу пусть это будет микро победа или нано победа что я имею ввиду под словом победа там или положительный результат просто вот например есть какое-то место в котором я там допустим запинаюсь у меня есть 15 минут времени я я не буду за эти пятнадцать минут времени играть извините там три произведения каких нибудь повторить повторитель два раза там и все и побежал потому что вот это вот повторение это наигрывание про наигрывание еще тоже скажу то есть у меня есть 15 минут и есть место, за которое мне немножечко неудобно. Я обязательно сяду и в эти 15 минут я разберусь, в чем была проблема. Может быть неправильная пальцовка правой руки. Так упомянутый мной в предыдущих уроках, может быть перекрещивание какое-то или неудобная аппликатура. Может быть я неправильно выучил в левой руке, неотработанный какой-то эпизод. Я обязательно сяду и эти 15 минут потрачу на вдумчивое проигрывание вот этого места и обязательно в медленном темпе многократное повторение. Еще что очень важно, нужно уметь многократно повторять какой-то элемент. Именно тот элемент, который у вас не получается и уметь его изолировать. То есть если у вас есть какая-то фраза, в которой у вас, допустим, в конце есть какая-то ошибка, изолируйте этот элемент, то есть в пределах такта и научитесь его играть именно с тех пальцев, то есть играть его именно теми пальцами, которыми вы будете играть его в произведении. Тоже бывает, часто такое встречается. Допустим, играет ученик фразу, когда просишь его повторить только этот такт, он опа, а я что-то не могу вот именно с этого такта. Давайте я вот с начала фразы. А начало фразы это еще три такта впереди. То есть человек тратит три четверти времени, которые он должен потратить на это место, он тратит на проигрывание вот этого бесполезного, на данный момент бесполезного отрезка, чтобы повторить вот этот вот эпизод. То есть надо уметь изолировать то место, которое у вас болит, так сказать, и методично его лечить. И еще раз повторю, лечить его нужно именно теми пальцами, которыми бы вы пришли к этому месту. Тоже бывает такой случай. Опять же, играет ученик это место, но уже другими пальцами, потому что ему вроде как ту последовательность не надо воспроизвести, которая была вот именно до этого такта. И он уже играет теми пальцами, которыми вот на данный момент удобно. Нет. Вот здесь еще одно ключевое слово вступает в силу, так сказать, дисциплина. Хотя дисциплина, внимание, вот эта концентрация, это все как бы синонимы в принципе.